Привет, друзья! Сегодня мы находимся в Государственном музее истории религии. Здесь проходит очень интересная выставка, которая называется «Магическая сила маски». Сегодня я вам про неё расскажу. Итак, друзья, выставка «Магическая сила маски». Я вам расскажу, в чём отличие, основное отличие маски европейской от африканской, а также об особенностях китайских масок, масок Востока. Очень интересная экспозиция, потому что она включает в себя совершенно разные экспонаты с абсолютно всех континентов, и австралийские маски, и африканские, и также маски Востока, Севера, и очень много африканских масок. И вообще, в принципе, здесь отражена сама концепция маски, маски. Что же такое маска? Маска имела назначение перевоплощения. То есть, когда люди во все времена одевали маску, то они перевоплощались либо в животное, либо в дух, либо в какое-то существо, либо в Бога, верованиями которого являлись в их племени. И очень интересно, что если мы посмотрим на историю культуры и религии, то маски имели место в абсолютно всех религиях и верованиях, начиная с самого-самого начала, полиолита и неолита. И они были частью ритуальных разных каких-то действий. И очень часто маски использовали также во время инициаций, да, когда либо мальчики должны были перейти из детского состояния во взрослое, либо девочки, да, когда должны были становиться девушками, готовыми к замужеству, то они тоже использовали такие вот маски. И что получается, что либо это шаман, либо это кто-то, кто отвечает в племени за как раз соединение с духами, да, и хранит вот эти вот культурные традиции, одевает маску, он перевоплощается, и в этот момент он как будто бы перестает быть собой. Он как будто бы становится тем духом, духом племени, которым он становится. И мы знаем, например, что если мы возьмем даже наш шаманизм сибирский, то шаманы, одевая те или иные маски, они соединялись с тотемом племени. Ну, возможно, вам известна история, что шаман, когда рождался мальчик, да, либо девочка, которые должны были стать шаманом, ну, как правило, конечно, это была мужская роль, они как будто бы уже рождались на место этого шамана. То есть рождение ребенка было уже предопределено, что он будет шаманом. И шаман воспитывал этого ребенка с самого детства и прививал ему как раз все вот эти вот знания. И в какой-то момент он получал тоже инициацию. Но также возможен был и второй путь становления шамана, когда человек уходил на 3-4 недели в лес, он должен был за это время выжить, ни с кем не общаться. И тогда в него входила вот эта вот способность проводить вот эти вот энергии шаманские. Как он мог понять, что это вошло в него, что это работает? 3-4 недели он выживал в этом пространстве, там лес и степи, где он там находился, тайги. И по истечении этого времени у него появлялся дар разговаривать с животными. И когда он мог говорить с животными, то это значит, что он соединялся с духом природы, духами, которые были в этой местности, и также духами племени. И поэтому он мог уже делать те вещи, которые обычный человек не мог. Таким образом происходила инициация другого рода. Чем же отличалась маска европейская от африканской? Это очень интересно, потому что в Африке по верованиям маска в себя включала не только изображение, которое одевалось на голову и лицо, но также это было частью всего костюма. То есть человек перевоплощался полностью. У него еще сверху на него он одевал одежду, которая была ритуальная, и помогала ему перевоплотиться в той или иной образ. Возможно, кстати, были в образе животных очень часто. И вот вы видите их за мной, которые служили, конечно же, ритуальным целям. А европейская маска очень часто как раз изображала только изображение, которое покрывало лицо. И причем это могло быть изображение бога, да, или полубога. Очень интересно. Спутники, кстати, спутники богов или полубоги, они тоже очень активно участвовали в осях действиях ритуальных. Примечательно, что в народах Африки очень часто были распространены тайные сообщества, которые использовали в своих ритуалах маски, изображающие разных персонажей, мифов и верований из этих сообществ. Интересно, что, допустим, сообщество земледельцев не знало о том, что происходило в сообществе охотников, потому что они были тайные, да, и таким образом у них были свои ритуалы, у каждого сообщества они были своим. Здесь, например, мы видим маску женскую ПВО, так называемую, которая использовалась в народе Чокова. Это Конго в 20 веке. И она ассоциирует как раз переход женщины в другое состояние, да, то есть от девочки в состояние плодородной женщины. И поэтому на этой маске как раз изображены идеал красоты этого народа. То есть это узкие глаза, очень густые волосы и широкий рот. В этом зале мы видим очень много экспонатов, посвященных буддизму и также верованиям Китая. Но вот в данный момент мы как раз видим маску, которая участвовала в мистерии ЦАМ, то есть это маска, которая использовалась в Бурятии. И она была посвящена главным образом защитникам буддийской веры. То есть, собственно, это маска богини Лхама, которая была гневной богиней, которая защищала сам буддизм. И по преданию она убила собственного сына, который предал буддизм. Вообще, в принципе, изначально она была очень жестокой богиней, которая не знала милосердия. И ей приносили в жертву детей. И так получилось, что когда на этой территории появился буддизм, то есть это более древнее божество, то буддийский монах взял и одного из ее сыновей спрятал. Но сыновья, конечно же, были демоны, понятное дело. Интересно, что она настолько стала переживать о пропаже собственного сына, что она прониклась сочувствием к всем тем людям, которые приносили в жертву своих детей. И таким образом, по легенде, она приняла буддизм. Здесь внизу мы видим капалу. Это атрибут ямы. Но яма, мы помним, что ямарат, что во многих религиях является богом смерти. Так вот, капала делалась из кости черепа. И это являлось чашей, которая была ритуальная. Иногда она делалась из металла. И в цаме вот этой мистерии, о которой мы говорим, в левой руке бог ямы держит эту чашу, которая наполнена кровью, как символом жизни. В ходе этой мистерии, в принципе, получается так, что человек, который переоплощается, то он проводит как раз символ вот этих вот богов. И происходит очищение кармы всех присутствующих на этой церемонии. А здесь мы видим очень красивую маску бога войны Джамсарана. Она красного цвета, потому что, конечно же, бог войны – это бог ярости. И поскольку все народы так или иначе ввели военные действия, воевали друг с другом, то практически в каждом пантеоне есть бог войны. И вот Джамсаран – это бог войны. в тибетском буддизме. И мы видим вот этот вот красный цвет его маски. На самом деле, очень сильно перекликается со многими элементами бога войны, в том числе европейскими, потому что в греко-римском пантеоне бог войны – Марс. Иван тоже имеет цвет как раз огненной планеты и атрибутику красного цвета. Изначально буддизм был религией людей, отказавшихся от материальных ценностей, но со временем религия развивается, и в свой пантеон она выбирает в себя божество, богатство Куберы. Вот здесь мы его видим. Согласно ранним верованиям, это божество Кубера или Вайшраван относится к хранителям четырех сторон света и является стражем северного склона мифической горы Меру, где сокрыты несметные сокровища. Включение этого бога в буддийскую систему во многом было связано с тем, что купцы давали много средств на строительство буддийских храмов и монастырей, и они нуждались в своем особом покровителе. Здесь мы видим маску бога смерти Яма. Это оригинальная бурятская маска XIX века. И, как мы знаем, бог Яма в индийской мифологии Ямарадж изображался с головой быка. Почему? Потому что Яма совершил первое в истории жертвоприношение. То есть в ранний ведический период самое ценное было, ну, жертвоприношение считалось быком. И таким образом он первый попадает в мир иной и становится его владыкой. Тем самым он управляет душами, которые переходят в этот мир. И интересно, что в мистерии ЦАМ Яма выходит самый последний в центр площади, в центр круга после всех богов, которые до этого выходили, как мы помним. И как раз он держит в руке капалу, чашу из человеческого черепа. И вот этот знак, что она наполнена кровью, он наполняет ее красным вином. А в другой руке он держит кинжал Пурбу. И таким образом он подходит к... Ну, вот в этой ритуальной мистерии ЦАМ он подходит к изображению человека, который сделан из теста. И со словами этого врага Веры «Ударь и убей!» он пронзает эту фигуру. И потом он относит ее на костер, костер, который украшен черепами, и сжигает вместе с ними. Итак, друзья, что получается? Что маски являются частью ритуальных мистерий многих-многих-многих-многих народов. И причем во многих народах считается, что маска обладает душой. И поэтому очень важно, как эта маска хранится между ритуалами, как она создается. В каких-то... Например, народах считается, что мастер должен воздерживаться, потом он должен уснуть, и во сне ему приходит вид маски, которая должна быть для конкретного духа. И происходит, что в обрядах разных народов используются вот эти вот ряженые. Конечно, у нас, например, в России мы знаем, что это калятки, которые были... Всегда устраивались в России. До сих пор, кстати говоря, тоже в Тульской области до сих пор они используются в 2022 году. Во время как раз вот этих вот гуляний на солнцестояние, на калиду, точно так же одевают маски зверей сверху, одевают какие-то шкуры, либо это может быть упрощено, но смысл такой же, что ходят по домам и просят умилостивить духов и выпрашивают сладости. И получается, что, конечно, это очень перекликается с традицией Дня Всех Святых, которые почитаются в Америке и в Европе в том числе. Но со временем эти представления утрачивают свой священный характер и маски становятся более светскими. И сейчас они уже не перевоплощают персонажа, как будто бы превращая человека, который здесь находится, именно в тот дух и какое-то божество, а они просто его изображают. И таким образом, получается, родилась как раз традиция театра, где есть сценарии, есть герои. Конечно, они имеют мифологические истоки, все эти герои и сценарии. Но, тем не менее, это уже более развлекательный характер и более такое какое-то, в общем-то, получается, светское назначение. Так что, друзья, я желаю вам узнавать истории мифы страны и территории, где вы живете. Они храют в себе много загадок и ответов. Пишите свои вопросы под этим видео, будет очень интересно на них ответить. Делитесь теми масками, которые вы уже знаете или вызывают у вас вопросы. До встречи!